Продолжение следует... Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Это выставка IFA, Берлин, 2013 год. Мы на стенде компании Sony, где среди прочих новинок был представлен новый флагман, новый флагманский смартфон от Sony, который называется Xperia Z1. Продолжение следует... Итак, аппарат пришел на смену Xperia Z, которая мы уже знаем, продается примерно с начала этого года. На мой взгляд, аппарат стал немножко больше и немножко толще, но все это оправдано теми материалами и той начинкой, которую компания Sony умудрилась туда запихнуть. Первое. Он стал действительно чуть-чуть больше в толщину. Это 8,5 мм против примерно 7 мм. Даже, по-моему, 6,9, если я ничего не путаю у Xperia Z. Но теперь эта штука вмещает аккумулятор емкостью 3000 мАч, что, в принципе, гарантирует, ну, по крайней мере, на четверть более долгую работоспособность устройства. Правда, вот этот самый большой аккумулятор несколько скрадывается тем, что сюда поставлен и гораздо более мощный процессор. Это уже ни много ни мало, а Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2,2 ГГц, соответственно, процессор этот более прожорливый, и, значит, от этих 3000 мАч, в общем-то, не сильно много, что может и остаться. С другой стороны, этот самый процессор еще и более экономичный, как заявляет сама компания Qualcomm. Так что поживем, увидим, как эта штука будет работать на практике. Какие же изменения нам показывает режим электропитания стамина по сравнению с версией FZ? Напомню, что там емкость аккумулятора была, по-моему, 2350 или около того. То есть, фактически, мы имеем увеличенную, например, на 700 мАч емкость. Так вот, заходим в режим электропитания, и от полной зарядки сейчас у нас 100%, аппарат говорит, что будет работать 2 дня 12 часов без включения этой самой технологии стамина. Если же я перевожу регулятор в режим стамина и говорю «включить», то аппарат показывает мне уже, что готов работать 5 дней. Кстати, на презентации, которая крутится на этом телефоне, на стенде показано, что он чуть ли не 9 дней может работать. Ну, конечно, поживем, увидим. А в режиме ожидания он пишет, что вообще проработает 20 дней и 20 часов. Интересно. Интересно, что только аккумулятором и процессором Z1 не отличаются от предыдущей модели. Мне кажется, что Sony провела такую некую работу над ошибками от своей первой попытки сделать вот такой премиальный стеклянный аппарат. Заключается она в следующем. Во-первых, здесь принципиально другой дисплей. Та самая Sony Xperia Z довольно сильно подвергалась критике за счет того, что были не очень внятные углы обзора у этого самого экрана. В Z1 применяется совершенно другая матрица. Самой Sony это называют Triluminous Full HD Displays, естественно, с Sony Bravia Mobility, Reality и так далее, со всеми регалиями, которые только возможны. Но фишка в том, что этот дисплейт действительно стал принципиально лучше и, естественно, сохранил те же самые 5 дюймов и то же самое Full HD разрешение. Но теперь, помимо классной детализации, он действительно может похвастаться очень хорошей цветопередачей, но главное, очень хорошими углами обзора. Следующее новшество, которое используют в этой версии аппарата Sony, естественно, камера. Sony не была бы Sony, если бы не предложила фактически уже следующее поколение своей фирменной технологии, своего нового сенсора, который теперь для смартфонов имеет разрешение в 20,7 Мп для фотосъемки и, естественно, пишет Full HD видео. Более того, Sony здесь использует так называемые линзы серии G. Это высококачественная оптика, которая используется на профессиональных камерах Sony. Кроме того, камера имеет апертуру 2 при фокусном расстоянии в 27 мм, а всеми этими чудесами управляет новая версия специального процессора обработки Beons. Следующим заметным новшеством на Z1, я бы сказал, работа над ошибками в плане качества звука. К первой Z-ке было довольно много претензий, в том числе и у нас, когда мы его купали в нашем аквариуме, то, что вода попадала, и, собственно, он был не слышен, пока она не просохла в этих самых отверстиях. Теперь динамик ушел со стороны на нижнюю поверхность, и фактически здесь под сеткой закрыта вся нижняя часть устройства, весь нижний торец, и, к сожалению, нам не удалось сейчас его искупать, но я надеюсь, что в этом отношении Sony тоже подумала. Изменения произошли и на левой грани, и касается это именно разъема, предназначенного для соединения с док-станцией. Вероятнее всего, те контакты, которые раньше были вынесены прямо на грань, обеспечивали не очень качественный контакт. И Sony поступила следующим образом. Теперь это отдельная утопленная площадка с двумя контактами, скорее всего, именно для того, чтобы контакт с самой док-станцией происходил уже без каких-либо проблем. Что касается памяти, то здесь практически без изменений. Это те же самые 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайтов постоянной памяти, с возможностью расширения карточками microSD емкостью до 64 гигабайтов. Ну и самое главное, что осталось Z1, и за что, в общем-то, первое поколение было очень и очень хвалимо всеми журналистами и пользователям, это водонепроницаемость. Здесь остался тот же самый IP55 и IP58. На самом деле довольно странно, что Sony указывает оба стандарты через черточку. Не совсем понятно, что имеется в виду, но главное, что аппарат может прямо сейчас попадать в воду на глубину до 1 метра, находиться там до 30 минут без каких-либо проблем, в том числе снимать на эту самую классную камеру то, что там получается. Ну и самое главное, к сожалению, мне не удалось запустить здесь тест производительности, потому что интернет как таковой отсутствует, но я попытался сфотографировать и попытался сейчас передать то, что попало внутрь камеры через NFC на мой аппарат. И если все пройдет хорошо, то мы увидим фотографии. Попробуем передать на мой HTC One с помощью Bluetooth. У нас есть, по крайней мере, один кадр. Дело в том, что аппарат, который пристегнут на стенде, даже если я перевожу его на русский язык, делаю какие-то фотографии, записываю видео, буквально через 30 секунд сбрасывается опять на демонстрацию на немецкий. Так, вероятнее всего, сделана сама прошивка. Но один кадр нам получить все-таки удалось. Вот он. И я попробую приложить его к нашему видеообзору в графическом варианте, чтобы вы могли сами убедиться, насколько хорошо или, может быть, не очень хорошо снимает эта самая камера. Ну и в завершение я бы хотел подвести некоторые итоги по внешности аппарата и по его размерам. Я думаю, здесь надо еще раз достать HTC, потому что никаких других эталонных устройств у меня с собой нету. И, по крайней мере, его приложить. Как видите, Z1 примерно на сантиметр больше и на полсантиметра шире, чем HTC One. Я не могу сказать, что это маленький аппарат, но это тоже совсем не маленький аппарат. Но еще он помещается в рамки, в те рамки, которые отведены смартфоном 2013 года. Конечно же, Z Ultra, который находится за моей спиной, уже в эти самые рамки, к сожалению, не помещается. Что еще можно сказать? Аппарат стал тяжелее. Сейчас это уже 170 граммов и, в первую очередь, за счет того, что он имеет теперь алюминиевый каркас. Небольшая проблема заключается в том, на мой взгляд, что этот каркас не выглядит столь же круто и премиально, как настоящий полированный алюминий у того же самого HTC и, ну, больше похож на какой-то крашеный пластик. Я думаю, что человек, который не совсем понимает разницу между Z и Z1, может этого просто не заметить. До тех пор, пока не возьмет аппарат в руки, а вот разница в весе уже точно будет заметна. Фактически в новом Z1 Sony потянула его по четырем основным параметрам. Это и лучший экран, и лучший звук, и другая камера, и больше аккумулятор. Что касается производительности и быстродействия, ну, наверное, 800-й процессор будет гораздо интереснее, чем старичок S4. Хотя, в общем-то, и у Z-ки каких-то проблем со скорострельностью не было. Если этот аппарат будет продаваться у нас за те же самые деньги, как сейчас продается Z, то я могу предположить, что у него будет хорошее будущее. Ну, и на этом по Z1 у нас сегодня все. Я благодарю компанию ULMART, нашего партнера серии репортажа с выставки IFA. Вас благодарю за то, что смотрите Mobile.co. Смотрите нас и дальше. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok